МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Закрытые пляжи и опустившие улицы в Анапе введен режим ЧС на очереди Туапсе и Сочи. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Импортозамещенное разнообразие Вениамин Кондратьев призвал кубанских фермеров возрождать селекцию. Кошелек или учеба, сколько стоит звание школьника, за что родители платить не обязаны. Лето закончилось, и с 1 сентября россиянам надо привыкать к новым правилам. Таможня дает добро, а полицейские ужесточают правила, как будем жить с осени. Я не прости вас. Наш подбок очень прощался. Советский Титаник. Случайность или упрямство двух капитанов в версии крупнейшей трагедии на Черном море в нашем материале. Рогатая автоинспекция вышла на городские рельсы. Трамваи начали работать за ГИБДД. Об этих новостях и не только расскажем прямо сейчас в эфире «Вечерний факт». Здравствуйте, мы начинаем. Спасатели сегодня закрыли все городские пляжи Анапы. Это связано с угрозой для жизни туристов и местных жителей. У береговой линии поднимаются высокие волны, и в таких условиях даже хорошо плавучий человек рискует утонуть. Синоптики прогнозируют ухудшение погоды по всему краю. В Сочи угроза образования смерчей. А на Туапсинский район могут обрушиться ливни с грозами и шквалистым ветром. Все экстренные службы на побережье переведены в режим повышенной готовности. Жители и гостей курортов просят не выходить на улицу во время грозы, не стоять под деревьями и не купаться в море. В случае чрезвычайной ситуации немедленно звонить по единому номеру МЧС-101. Сегодня получил продолжение истории с попыткой посмертно отобрать олимпийское серебро Лондона у кубанского борца Бесика Кудухова. Индийский спортсмен, которому может перейти награда, заявил, что не хочет забирать медаль. Югешвар Дуд написал в соцсети, что считает Кудухова великим борцом и таким образом хотел бы выразить уважение его семье. Напомню, накануне зарубежные СМИ сообщили о том, что ВАДА обнаружила в пробах борца погибшего три года назад запрещенный препарат. Однако Международный Олимпийский комитет не подтвердил, что Кудухова собираются лишить медали. А теперь к дорожным темам. В Кавказском районе из-за автомобильной аварии полицейским пришлось перекрыть трассу. Это случилось на границе со Ставропольем. Вгруженный сахарный свеклой КамАЗ врезался на марка. Мерседес на полной скорости выскочил на встречную полосу. Легковушка фура буквально переехала, превратив в груду железа. Водитель погиб на месте. Спасателям пришлось разрезать корпусы иномарки и грузовика. Из-за сильного удара на проезжую часть высыпалось несколько тонн сахарной свеклы. Движение перекрыли. Еще одна авария произошла сегодня в Динском районе. Возле Пластуновской водитель Газели не справился с управлением. Машину занесло, и она врезалась в заднюю часть пассажирского автобуса. Будьте внимательны и осторожны на дороге. Несколько ДТП. Сервис Яндекс фиксирует и прямо сейчас в краевой столице. На загруженность городских трасс они не слишком повлияли. Но все же последний летний вечер выдался непростым. Вечерних пробок много. Давайте смотреть подробнее. Вот так сейчас выглядит Ставропольска и прилегающие улицы. Сбавить оборот придется и на самой Ставропольске, и на Селезнево. Старокубанская также в красной зоне. Теперь побываем там с помощью камер видеонаблюдения. Застряла вереница авто на Ставропольске в районе Стасово. Пробка гораздо серьезнее, чем обычно. Потеряйте в пути до 20 минут. Без движения стоят машины и на Сормовской, и на Селезнево. Скорость продвижения потока и вовсе пешеходная. Не более 6 км в час. И вереница не видна конца. Еле-еле плетутся. Иначе не скажешь на красных партизан. На пересечении с Лукьяненко на проезжей части яблоку негде упасть. Если варианты имеются, постарайтесь объехать участок. Перемещаемся на Ялтинскую. И здесь все забито. Если на улицу Уральскую выехать хоть и медленно, но получится, то поездка в сторону Северных мостов без простоя этим вечером не обойдется. Продолжим обзор на дорогах в Сочи. Узнаем, как быстро едут там. Ну что, по Верещагинскому Виадуку буквально мчат. Машин немного, да и традиционно здесь без заторов. И этот вечер не исключение. Более 40 км в час стабильный показатель. А вот если держите путь в направлении Горького-Северной, приготовьтесь, что вовремя к местному назначению не приедете. В обе стороны темп движения все ниже и ниже. И еще несколько слов о Краснодарских пробках. Самый сложный участок этому часу от улицы Владарского до Тургенева. Более 40 минут придется его преодолевать. Застряли автомобилисты и на Тургеневском мосту. От Кубанской до Красных партизан. Скоростные показатели не превышают 10 км в час. Такие дорожные новости к этому часу. А мы продолжаем выпуск. Кубанские школы полностью готовы к новому учебному году. Завтра за парты в Крае сядут около 600 тысяч детей. Из них 70 тысяч первоклассников. Сейчас учебные заведения региона обследуют кинологи с собаками. Во всех школах сделали ремонт. Для перевозки учеников в Крае летом закупили 70 новых автобусов. В этом году впервые во всех общеобразовательных учреждениях Края начнут работать казачьи классы. Также появится новый курс «Духовные истоки Кубани». Кстати, россияне на четверть сократили траты на подготовку детей к школе. Об этом можно судить по результатам опроса в ЦИО. Этим летом в среднем расходы родителей на подготовку к новому учебному году составили 15 тысяч рублей. Самые большие траты, как обычно, связаны с покупкой школьной и спортивной формы, а также сменной обуви. Второй пункт расходов – приобретение портфеля или рюкзака. Почти столько же родителям пришлось заплатить за канцтовары, пеналы, тетради, ручки, карандаши и альбомы. Ну а завтра еще придется потратиться на цветы учителя. Однако при подготовке к школе и во время учебы не за все нужно платить. Во-первых, не нужно покупать учебники, их выдадут. В нашем крае ежегодно на эти цели из бюджета выделяют около 450 миллионов рублей и к 1 сентября все школы региона пособиями полностью обеспечены. Родителям остается купить лишь учебные тетради. Также никто не имеет права требовать деньги за поступление ребенка в первый класс или его переход в десятый. Не обязательно платить за охрану и ремонт, на это деньги выделяют муниципалитеты. А вот питание ребенка оплачивают родители. Более подробно о своих финансовых правах в школе можно узнать на официальной странице губернатора края в Facebook. Добавлю, что 1 сентября сегодня будет посвящена программа «Через край». Прямой эфир начнется в 20.30. 1 сентября не только день знаний, с завтрашнего дня изменения произойдут в самых разных сферах нашей жизни. Подробно о них расскажет Наталья Клещева. В нашей стране традиционно с началом осени вступают в силу различные изменения. Лето закончилось и с 1 сентября россиянам надо привыкать к новым правилам. Сразу два изменения ждут автолюбителей. Во-первых, меняются стандарты сдачи экзаменов на права. Новый регламент МВД обязывает кандидатов в водители, не ответивших на один из вопросов теоретического блока, отвечать на несколько дополнительных. Изменятся и практические упражнения. На учебном автодроме экзаменатор сможет теперь потребовать выполнить пять упражнений вместо трех. Впервые экзамен будет ограничен по времени. Будущему водителю дадут на выполнение всех задач не более 12 минут. А еще кандидаты смогут сдавать экзамены на автомобилях как с механической, так и с автоматической коробкой передач. Второе новшество коснется тех, кто права уже получил, но паркуется в неположенных местах. Таким автолюбителям разрешат забирать машины со штрафстоянки без оплаты. Погасить задолженность за работу эвакуатора и содержание авто можно в течение двух месяцев. 1 сентября школьный звонок прозвенит и для особенных детей. В России вводится инклюзивное образование в начальных классах. Новый стандарт позволит детям с ограниченными возможностями здоровья учиться в обычных школах. Для этого их оборудовали пандусами, лифтами и туалетами для детей-колясочников. Ну а педагоги прошли специальное обучение для работы с ними. Таможня отменяет пошлины. Правда, не на все. 200 видов вывозимых из России товаров освобождают от уплаты. И на 1700 импортных пошлина будет снижена. В списке одежда, продукты, констовары и стройматериалы. Подробный перечень можно найти на сайте таможни. Ну вот, пожалуй, и все изменения сентября, которые понемногу, но меняют нашу жизнь к лучшему. Сегодня губернатор Кубани провел свой рабочий день в Гулькевичском районе. Вениамин Кондратьев осматривает социальные объекты и сельхоз предприятий района, а после встретится с общественностью. Сюжет сейчас готовится к эфиру, его мы покажем позже. А сейчас продолжаем. Трудная жизненная ситуация или социально опасное положение в эти категории попали около 1700 семей края. С начала года больше половины уже удалось снять с учета, с остальными продолжается работа. Вице-губернатор Анна Менькова проинспектировала малобеспеченные семьи Северского района. Подробности далее. Свой день рождения Алена Викторовна отмечает чаем. Из-за пристрастия к спиртному год назад соцслужбы забрали у нее детей. Неблагополучную семью из станицы Северской поставили на учет. Матери Даши и Кирилла помогли найти работу, пролечили в наркодиспансере. И через три месяца дети были с ней. Сейчас в местном управлении социальной защиты помогают решить проблему с жильем. Соцзащита нам помогла, наша Северского района. Быстренько к нам на выручку. Все, и психологов нам хороших, чтобы с нами поработали. Ну, вроде все нормально нас настроили. И материально, чем могли, помогли. Как живут неблагополучные семьи Северского района, проверила вице-губернатор Анна Менькова. Вот как вы на ногах будете стоять, насколько вы будете показывать личный пример своим детям, что даже сложно в жизненных ситуациях можно выходить. Настолько и, в общем-то, у них будет гарантия, как-то в этой жизни реализоваться. Понимаете? Ну, а мы со своей стороны, органы опеки и администрация района, В общем, так рад, будем помогать максимально. Вышли из трудной жизненной ситуации с начала года 900 кубанских семей. Например, Степановым помогли сделать ремонт. Полностью сменили полы. В детской обновили мебель. Летом ребят отправили в оздоровительный лагерь, а будущему первокласснику подарили форму и портфель. Вот это мой. Еще один вид государственной помощи – социальный контракт. Действует с 2015 года. Получить можно около 90 тысяч. Так и поступила семья Резник. Купили две коровы, построили сарай. Реализовывали молочные продукты. Так у них появился постоянный заработок. Реализовывать можно и сельхозпродукцию, если построить теплицы, например. Деньги возвращать государству не надо. А вот отчеты с чеками о потраченных средствах предоставить нужно. Дочитывается. То есть мы вот приобрели столько коров. Вот чеки, вот предъявили документы. Мы приобрели сено, мы приобрели там еще какие-то стройматериалы для строительства какого-то сарая и так далее. И потом по отчетности все эти отчеты собирают, предоставляют, что защита их проверяет. Если все нормально, все принимается отчет, и они уже сами потом реализуются. Деньги эти не возвращают. Как показывает практика, люди, ставшие на ноги, второй раз о помощи не просят. Нина Раченко, Самир Гачаев, Кубань, 24, Северский район. Сегодня глава государства прибыл во Владивосток. Визит президента продлится несколько дней. Он примет участие в Восточном экономическом форуме. Какие важные встречи запланированы у Владимира Путина в рамках этой поездки? И главное, как встретила его столица Приморья, расскажет моя коллега Наталья Андрусенко. Привет, Наташа. Паша, здравствуй. Как мы уже рассказывали ранее, Приморский край сейчас находится во власти непогоды. Там бушует тайфун Lionrock. И все же на проведение форума это не повлияет, так уверяют его организаторы. Важнейшим в программе президента станет встреча с премьер-министром Японии и корейским лидером. Подробнее о ситуации в Приморье, а также о других событиях, расскажу далее. В Приморье введен режим ЧАЭС из-за сильных ливней, который принес с собой тайфун Lionrock. Несколько населенных пунктов оказались в изоляции. Вода размыла дороги и затопила дома. Спасатели эвакуируют людей в безопасные места. Для пострадавших развернуты пункты временного размещения. Со вчерашнего вечера во власти непогоды находится и Москва. Грозовые дожди местами с градом стали причиной задержки и отмены полусотни рейсов во всех столичных аэропортах. Реформировать ВАДА требуют лидеры антидопинговых агентств 17 стран мира. На прошедшем в Копенгагене саммите обсуждение этого вопроса стало ключевым. Делегаты признали, защищать интересы чистого спорта должны независимые эксперты. Их работа должна быть прозрачной и понятной всем. Допинговые разоблачения российских спортсменов на саммите назвали одним из худших скандалов в истории новейшего спорта. Между тем, отстраненные от игр в Рио российские паралимпийцы готовятся к альтернативному турниру. Он начнется 7 сентября в Подмосковье. Список российских городов с наихудшей экологией озвучил глава Минприроды Сергей Донской. Среди них Москва, Норильск, Иркутск, Дзержинск и еще пять промышленных центров страны на Урале и в Сибири. Главным критерием оценки неблагополучности этих городов стало состояние воздуха, так как именно этот показатель в большей степени влияет на здоровье людей. Главными загрязнителями являются выхлопные газы от огромного количества авто и выбросы промышленных предприятий. Проблема эта, тем не менее, в большинстве городов активно решается. В Италии сегодня начинает работу старейший в истории Венецианский кинофестиваль. Он проходит на острове Лида уже 73-й раз. На конкурс выставлено 20 картин. Россию представляет фильм Андрея Кончаловского «Рай». В этом году среди гостей можно увидеть таких мировых звезд, как Натали Портман, Киану Ривза, Джуде Лоу и Эму Стоун. Председательствовать в жюри будет английский режиссер, снявший две серии «Бундианы» Сэм Мендес. Напоследок новость, которая вызвала волну возмущения, она активно обсуждается сегодня в интернете. Раненого 30-летнего туриста бросили на произвол судьбы в горах Красноярского природного парка его же товарищи. Они спешили на самолет и даже не предупредили МЧС о том, что их спутнику нужна помощь. Да уж, вот уж это друзья. А кому и как удалось обнаружить этого туриста? О том, что в лесу находится раненый человек, спасателям сообщила мать пострадавшего. Обнаружили туриста спустя сутки, оказали медицинскую помощь и сейчас он уже прилетел в Москву. Новый сквер в центре города и открытый после ремонта роддом. Что за год изменилось в Гулькевичах, сегодня оценил Вениамин Кондратьев. Глава региона проинспектировал, как в районе исполнили его поручения. Итоги проверки в сюжете Александра Иванченко. Детскому крику здесь только радуются. После 4-летнего затишья в роддом центральной районной больницы в Гулькевиче в прямом смысле вернулась жизнь. Акушерское отделение было закрыто на капитальный ремонт. Будущих мам отправляли в соседние районы. Теперь все рядом с домом. Спустя год после посещения больницы губернатором появились современное оборудование и новые сотрудники. Слабый пол такое событие отметил, как и полагается. За полгода 385 родов. Глаза боятся, руки делают. И да, те вопросы, которые можно было сделать еще вчера и нужно было сделать вчера, но сделать их сегодня тоже не поздно, никогда не поздно. Вы правильно сказали, это место, где рождается счастье. И вот наша задача сделать так, чтобы эти места все-таки были и счастье в них будет. А вот и первенец местного роддома, полугодовалый Вениамин Иванович, полный тезка губернатора. Малыш появился на свет сразу после открытия акушерского отделения. Такое имя, уверены родители, принесет удачу. Проведать своего тезку приехал губернатор в семье Гузнародовых. Это второй ребенок. Родился недоношенным, но быстро догнал своих сверстников. И это чувствуется, пошутил Вениамин Кондратьев. Вот такие мы первые. Когда Вениамин Гузнародов подрастет, будет гулять в центральном сквере в Гулькевич. И отстоять его удалось местным жителям. Здесь хотели построить торговый комплекс. Год назад люди обратились за помощью к губернатору. Сегодня глава региона проверяет, на месте ли зеленая зона. Мы изготовили проект на реконструкцию этого сквера, для того, чтобы он стал действительно достойным, как вот та часть, вот мы начинаем как бы поэтапно идти. К сожалению, сегодня мы вынуждены были пока эти работы приостановить. Главное, что сегодня этот сквер стоит на кадастровом учете, и мы имеем сегодня у вас еще одну особо охраняемую природную территорию. Так точно. Это значит, что сегодня мы идем полностью на те просьбы, откликаемся, о которых говорят жители. Если они просят, чтобы здесь был сквер, если они хотят погулять и подышать воздухом, это место нужно жителям дать. Заехал губернатор и в сельхозкооператив. Это одно из крупнейших производств семян кукурузы. Его работники переживают за судьбу совхоза Кубань. Он перешел в упадок, а активы находятся в федеральной собственности. Вениамин Кондратьев предложил выйти с инициативой передать производственный комплекс в краевое ведение. В разговоре с губернатором работники пожаловались еще на отсутствие скорой помощи в поселке. Боль жителей поселения в том, что скорая помощь, которая у нас некогда была, и она была приписана к участковой больнице, понятно, уже она сейчас существовать так не может. Вопрос обоснованный, я считаю, что и он не то, что обоснованный, его необходимо решить, и мы его решим. Спасибо. Сельское хозяйство и строительная отрасль. Два кита, на которых стоит экономика Гулькевичского района. И оба направления, к сожалению, проседают. Такова аналитика, говорит губернатор на встрече с местными жителями. Если строек из-за кризиса действительно стало меньше, то аграрный бизнес на фоне импортозамещения напротив должен показывать рост. Та же кукуруза. Всего 45% ее семян на Кубани закупаются у местных заводов. Остальное из-за границы. Это тормозит развитие предприятий. У вас есть возможность расширяться, если сегодня мы включиться к расширению? Не имеешь ответственность перед членами кооператива. Я должен все реализовать. Сегодня я не готов. Ну, в этом ты и вот ответ. Если мы сегодня можем сами делать отечественные семена, то почему мы, опять-таки, даем возможность зарабатывать иностранным селекционерам? Давайте расширять сегодняшнее предприятие, даже в том числе и здесь, которое находится. Это плюс рабочие места в Гулькевичах и плюс налоги, которые они будут платить в наш бюджет. А импортные семена, которые приезжают, у нас ни рабочих мест, ни налогов нет. Из зала много вопросов от фермеров. Проблем у них хватает. От аренды земли до дорогих кредитов. Молодой крестьянин Сергей Рудых из Ейского района признается. Приехал не кричать о сложностях, а предложить пути их решения. Мы хотим просить создать совет молодых фермеров именно для инновационных, молодых предложений. Где-то дерзких, где-то новых. Мы не хотим отсиживаться в окопах. Я лично за своих работников, у меня более 50 человек, поручусь и буду бить космиляжу. Но вот так вот кричать, это не фермеры. Давайте это слово не порочить. Называть фермера тех людей, которые криком хотят брать. Давайте делами доказывать свои дела. Ну вот здесь я абсолютно за. И кто хочет работать, он работает. А кто хочет кричать, поверьте, он работать не хочет. Он хочет кричать. Вот это и разница между фермерами и теми, которые пытаются сорвать жизненный дивиденд любой ценой. Поэтому я еще раз хочу сказать, что я вас поддерживаю. Молодцы, что вы там в зале. И молодцы, что доехали. Предложений у местных жителей накопилось немало. И это хорошо, что инициатива идет снизу, замечает Вениамин Кондратьев. Но плохо, что по сути бытовые вопросы не решаются на уровне районных властей. Системной работы незаметно, как и год назад, обращает внимание Виктора Катькала, губернатор. Все решается в ручном режиме. А при таком подходе руки могут быстро уставать. Гулькеевский район. Гулькеевский район в рейтинге социально-экономического развития занимает 22 место из 44. С прошлым годом показатель улучшился всего лишь на две позиции. Даже такой рост понемногу, но должен отражаться на реальной жизни людей в лучшую сторону. Главе района губернатор посоветовал не ждать все время помощи со стороны, а самому развивать экономику. Александр Иванченко, Мария Крошина, Денис Перец, Денис Маскаленко, Кубань-24, Гулькеевский район. Ровно 30 лет назад произошла одна из самых страшных катастроф в истории судоходства. В Цемесской бухте круизный лайнер адмирал Нахимов столкнулся с сухогрузом Петр Васев. В результате кораблекрушения погибли 423 пассажира. Сегодня в Новороссийске их память почтили родственники и бывшие члены экипажа парохода адмирал Нахимов. В травмной церемонии принял участие мой коллега Тимур Лавронов, он сейчас со мной в студии. Тимур, привет! Знаю, что пароход был построен еще в начале 20 века в Германии. Каким образом он оказался в Советском Союзе? Да, Паш, привет, все верно. Пароход спустили на воду в 1925 году и тогда он носил имя Берлин. Во время Второй мировой войны он наткнулся на мину и потонул. После поражения Германии судно было передано в Советский Союз и уже здесь он получил свое второе имя адмирал Нахимов. А что стало главной причиной массовой гибели пассажиров 31 августа 1986 года, учитывая то, что на судне же были спасательные средства? Причина этой трагедии десятки, но вот если выделить ключевые, то это грубейшее нарушение правил техники безопасности самого плавания. К примеру, на пароходе были открыты так называемые клинкетные двери. Они обеспечивают водонепроницаемость отсеков. И если бы они были закрыты, по словам экспертов, судно могло бы продержаться на воде еще целые сутки. Но оно было потоплено в течение восьми коротких минут. Подробнее о трагедии последнего дня лета 1986 года и сегодняшнем памятном рейсе к месту крушения парохода расскажу в сюжете. Они познакомились в Цемесской бухте ровно 30 лет назад, в ту роковую ночь. Отважные моряки и водолазы Черноморского флота сегодня снова вместе, чтобы почтить память команды и пассажиров затонувшего парохода адмирал Нахимов. Я понимал, у меня сознание было то, что мне это нужно сделать, потому что люди там, родственники там, это ждут, это пусть даже мертвый человек, но они же ждут, чтобы мы их подняли, отдали им, понимаете. На борту катера, который вот-вот отойдет от пристани героев, Луиза Илюхина, мать погибшего 27-летнего парня, пассажир адмирала Нахимова. Женщина каждый год приезжает из Петербурга почтить память сына. Я сразу знала, что он погиб, потому что до этого времени, что погиб, и сообщали, он тысячу способов начал позвонить, что он жил. Через полчаса мы подходим к месту крушения. Перед спуском траурного венка на воду священник служит панихиду. Больше наш, истина не висеет, и святится не метро, и до предницанства, то это будет более трех. Адмирал Нахимов был крупнейшим советским пассажирским лайнером на Черном море. Это последняя фотография парохода, сделанная в Новороссийске за 8 часов до трагедии. В 86-м году он совершал обычный круизный рейс. На встречу Нахимову в Цеметскую бухту заходил теплоход Петр Васев, груженный 30-ю тоннами ячменя из Канады. О причинах кораблекрушения снято десятки художественных и документальных фильмов. Но основная версия — это нарушение правил безопасности и несогласованные действия экипажей. На самом деле причина очень банальная. Человеческие халатности — тот самый человеческий фактор, который сейчас популярно у нас говорит, после каждой катастрофы. На мой взгляд, капитан сухогруза просто передоверил. Передоверился электронике, впал в так называемый гипноз. Ничто не предвещало беды. Вечером пассажиры отмечали последний день лета. На палубе Нахимова танцевали туристы, работали бары и рестораны. В кинозале в пол-одиннадцатого начался показ советского военного фильма «Я любил вас больше жизни». Проектор находился в кромовой части палубы. 42-я минута картины «Я любил вас больше жизни». Это момент крушения и последние кадры, которые увидят зрители кинотеатра. На кадрах холод и темнота. Жертвы трагедии в Цемерской бухте испытают то же самое. Пронизывающий холод в кромешной темноте. Спустя полторы минуты после столкновения погас свет. Нахимов погрузился на дно в течение 8 минут в 3,5 километрах от берега на глубину 47 метров. Утром 1 сентября в бухте начала работать группа водолазов. Юрий Смага – один из первых, кто оказался на месте крушения. Вспоминает, что работали круглые сутки, по 6 часов в смену. Небольшой отдых и снова под воду, поднимать тела. В таком режиме почти три недели. Спустя 30 лет ему до сих пор снятся кошмары о тех жутких событиях. Пароход шел с Одессы, круиз, он останавливался в каждом порту. Люди там отдыхали. Естественно, молодежи много было. Девчонок было много, очень молодых. Говорят, прямо их оттуда забирали, одевали свадьбные платья. Совсем юные. Еще жить дожить. Из 1243 пассажиров и членов экипажа погибли 423. Виновниками столкновения признали капитанов судов. Вадим Марков управлял адмиралом Нахимовым, Виктор Ткаченко – балкером Петр Васев. Каждый получил по 15 лет лишения свободы. Но в 1992 году их помиловали. В 1992 году, когда обоих капитанов оправдали, вы какие чувства испытывали? Может быть, чувства не о справедливости? Я была единственным человеком, который не подписал прошение о смертной казни. Не подписали? Получается, вы их простили? Я не прости вас. Господь Бог лучше прощает. Район Семетской бухты радиусом около 500 метров официально считается местом захоронения жертв кораблекрушения. Советский «Титаник», как позже окрестили пароход, стал братской могилой, где до сих пор покоится около 65 человек. Тимур Лаврунов, Влад Захаров, Денис Горбунов, Тимрюкский район, Новороссийск, Кубань-24. Тимур, а какова судьба сухогрузы Петр Васев? Типохода с таким названием уже больше не существует. Потому что после распада Союза большая часть судов черноморского пароходства была продана за рубеж. Сухогруз ходил под флагами Мальты, Камбоджи, Бангладеш и все время менял свое название. И в 2012 году был списан и распилен на металлолом. Тимур, спасибо. Движемся дальше. Уже несколько недель не смолкает история про тракторный марш на Москву, который собирались устроить некоторые кубанские фермеры. И хотя сельхозтехнику в Кремле так и не увидели, слухи разошлись за пределы края. Вместе с ними появляются и проверенные факты о несанкционированной демонстрации. Кто оказался во главе колонны и что тянется за всей шумихой подробности в материале. Среди организаторов тракторного марша на Москву оказались такие, кто сам не так давно захватывал чужие земли. Об этом говорили жители Кавказского района, откуда начинался скандальный пробег. Казаки, фермеры и общественники собрались в местном казачьем обществе. Как выяснилось, несколько лет назад фамилии лидеров несанкционированной акции фигурировали в судебных делах по отъему земли. История эта произошла 4 года назад, рассказывает Виктор Оскольский. Он, тогда крупный фермер, обрабатывал 1200 гектаров земли. А в 2012-м вышел срок его договоров с пайщиками. Тут и пошли ангажированные ходоки рассказывать про него небылицы, а чернять и убеждать станичников передать земли другим. Потом все это оперативно узаконили через суд. И как это часто бывает, когда крестьянин судится с рейдерами, Оскольский все проиграл. Соответственно, лишился большей части обрабатываемой земли. В итоге пришлось свернуть хозяйство и уволить всех работников. И так у меня отжали всю землю полностью. Самое интересное, что спустя два года похожими методами часть земли отняли уже у самих Петрова и Бородина. На опережение сыграла соседняя из ПК «Родина» и тоже победила во всех судах. И хотя потеряли активисты намного меньше, чем Оскольский, по 400 гектаров, именно это, по их собственному признанию, и стало мотивом ехать на тракторах, искать правду. При этом реальные проблемы. Кубанский крестьян уже несколько месяцев помогает решать специально-краевая комиссия, которую создали по решению губернаторов. Появился даже уполномоченный по защите прав фермеров при главе региона. И за дня в день специалисты краевой комиссии встречаются с тружениками села в разных районах. Нормальный фермер, который сегодня собрался, они на самом деле не на митинговщину. И первое выступление первого выступающего из фермеров это показало, что, мужики, нам надо работать, а не таскать эти флаги непонятно что и непонятно куда. К нам приезжала в район рабочая группа, они собирали документы. Представитель нашего губернатора по вопросам фермера, он вот недавно у нас было совещание, где он четко объяснил, по каким делам идут рассмотрения, по каким делам нужно там какие-то еще документы подложить. Ну то есть работа идет, не все так быстро решается. Краевая комиссия вместе с Народным фронтом помогают фермерам разобраться в сложных ситуациях. Это и участие в торгах, и вступление в наследство, оформление паёв. В том числе юристы помогают отстаивать свои права в суде. Самое главное есть результат. Уже решены сотни вопросов. Анжелика Ефимова, Влад Захаров, Кубань, 24, Кавказский район. Надсмотрщики под напряжением выехали на рельсы Краснодара. Охоту за автомобилями начали трамваи. Доклад даже о случайно наехавшем на полотно колесе тут же отправляется в полицию. Рассказывает Кристина Соколова. Вот так автомобилисты пытаются миновать городские заторы и часто загоняют вагоны в плотную западню. Из-за таких водителей все трамваи Краснодара теперь оснащают видеорегистраторами. Вагоновожатый Андрей Коновалов каждый день сталкивается с ситуацией, когда нарушителям мало дорожного полотна. Говорит, лихачить так и норовят проскочить перед электротранспортом по трамвайным путям. Бывают случаи, когда случается ДТП труднодоказуемое, и приходится в торопях искать свидетелей, что-то записывать. В данном случае камера пишет, и уже я знаю, что я защищен. В ожидании, пока автомобили позволят доехать до остановки, трамваи теряют драгоценные минуты и избиваются с графика, от чего страдают в первую очередь пассажиры. Возникают пробки и задерживают движение. Это как-то влияет на то, что вы допустим, опаздываете на работу? Конечно, если пробки, конечно, мы все опаздываем. Электронные ябеды из трамваев только за время работы в тестовом режиме помогли оформить почти 300 штрафов. От их зоркого глаза не скроешься. Полицейские говорят, что благодаря камерам в вагонах количество нарушений сократилось. Всех нерадивых водителей фиксируют и данные тут же отправляют в ГИБДД. Мы находимся в святой святых центре видеофиксации. Это серверная. Здесь находятся сервера, на которых, в принципе, происходит обработка информации и хранение информации, поступающей с камер видеофиксации. Записи в центре хранятся не менее пяти лет. Штраф за езду по трамвайным линиям доходит до пяти тысяч рублей. Под запретом в городе многие участки. Поэтому прежде чем обгонять неповоротливый транспорт, улыбнитесь, вас может снимать скрытая камера. Кристина Соколова, Валерия Шурко, Евгений Кузьминов, Кубань, 24, Краснодар. Кенгуру накачает мышцы. Спортивный снаряд под таким названием установили в Армавире на новой воркаут-площадке. Уличные атлеты уже успели оценить тренажеры. На нем регулируется высота перекладин, поэтому выполнять трюки могут и взрослые, и дети. После торжественного открытия площадки начались соревнования между городскими командами по воркауту. Это уже третья и самая большая площадка для уличного фитнеса в Армавире. На ней одновременно могут заниматься 40 атлетов.